Зачем вам возвращать? Вначале было хорошо, потом стало плохо. И раньше вы чувствовали защиту, а теперь нападение. Вы ностальгируете по тому человеку, который был вначале. Но этого человека в природе нет. А есть тот человек, который есть сейчас. Кого вы хотите вернуть? Того человека, который дал вам вначале столько приятных моментов, переживаний, сопричастности, любви. Его в природе уже не существует. Смотрите, потому что о человеке мы рассуждаем по последней версии поступков. Понимаете, по последней версии поступков. Понимаете, все люди прекрасные, офигенные, замечательные. Нарциссы они, или даже розы, или тюльпаны. Но вначале все хорошие. В конце, когда гормональная штырка, гормональный наркотик заканчивается, люди бывают разные. Вот давайте так вот скажу, любовь, это то, что остается после того, как заканчивается действие гормонального наркотика. Если человек был очень-очень любящим, а потом просто спокойным, ну с этим можно дальше жить. Но если человек был любящим вначале, и потом слишком остраненным, слишком холодным, слишком обесценивающим в конце, то этот скачок напряжения очень похож на НРЛ, на нарциссическое расстройство личности. Понимаете, так как вначале ни у кого никогда не бывает. Потому что отношения это динамика, и там есть взлет. Смотрите, синусоида пошла вверх, потом вниз, а потом она так ровно. То есть мы можем существовать без всяких вот этих вот волшебных переживаний в спокойном режиме. Волшебные переживания долго не длятся ни в каких отношениях. Но когда мы имеем дело с человеком, у которого сильный нарциссический радикал, или нарциссическое расстройство личности, там траектория очень большая. Вот так, вот так, и потом вот она еще и раскачивается. То есть ты каждый раз не поймешь, с кем имеешь дело. Того человека, который был вначале, и был таким офигенным, классным, замечательным, его больше никогда не будет. Вот этот, который в последней версии, нужен вам или нет? Если люди находятся в любви, в уважении друг друга, они делятся своими чувствами, переживаниями по поводу действий и поступков друг друга, но они не выходят в зону контроля, они не занимаются контролированием. Просто если у человека много каких-то связей с другими женщинами, знакомств, ну, можно вполне по-женски так, по-бабье, очень чувствительно задать вопрос, дорогой, тебе уже не интересно со мной? Может, мне идти? Может, я пойду? И это делится чувствами. Ни один человек в современном мире не согласится быть подконтрольным другому человеку. Потому что контроль – это антоним любви. Контроль – это унижение. Потому что даже если вы проконтролируете его настолько, что закроете его в комнате и перестанете выпускать, он же от этого любить вас не станет. И чем больше контроля, тем больше степени человек, если он еще находится в каких-то отношениях, тем больше степени он отстраняется, закрывается и ищет тех женщин, которые не контролируют его, а которые принимают его в его спонтанности и свободе. Поэтому, начав контролировать, вы мужика потеряли. Вне зависимости от того, нарцисс он или не нарцисс. Вы сами употребили слово «контроль». Именно это я имел в виду. Если вы реагируете неадекватно и по-дурацки, то с каждой такой реакцией вы теряете контакт с этим человеком. Это же унизительно. И это называется штука пассивная агрессия. Когда я вроде ничего такого не сказал, но после этого, ну как-то так на душе, всем почему-то плохо. Это пассивная агрессия. Вот. И если это реакция, смотрите, реакция – это автоматизм. Но вот реакция – это когда мы коснулись горячего чайника, или плиты, или электричества, и отдернули руки. Это реакция. Реактивные люди разрушают партнеров, детей, знакомых. А есть акция, когда человек допускает какую-то реплику, и я осознанно что-то говорю человеку, чтобы поддерживать контакт. Например, он принес, как вы рассказываете, какой-то телефон, куда можно что-то продать, или где-то что-то купить. Вы взаимодействуете со словами «Отлично, давай позвоним, может быть, там будет что-то ценное для нас». То есть вы взаимодействуете, не предполагая, что это что-то плохое. Если вы видите, как бы, действие человека, как что-то плохое, что-то против вас, что-то негативное, что-то агрессивное, и вы уже реагируете реактивно, значит, вы рубите мост между вами. Если вы замечаете, как вы рубили этот мост между вами, и как человек, находясь вроде бы в отношениях с вами, от вас отстранился, ищет контакта с кем-то другим, это хорошая обратная связь того, во что превратились ваши отношения. Смотрите, здесь важно понимать вот какую вещь. У людей с тревожным типом привязанности, тревожный тип привязанности, а партнер входит в его личные границы. То есть, ну вот, например, кошка, когда первый раз рождает котят, рожает, они выходят из ее утробы, и она воспринимает их, как части тела. И когда они начинают разбегаться, это для нее шок. То есть, она смотрит на них, как будто это ее части тела. Вот. И она поэтому за ними ухаживает. Вот. Когда у человека тревожный тип привязанности, и ты кого-то полюбляешь, ты воспринимаешь этого человека, как будто бы это то, что входит в зону моего контроля. Таким образом, когда другой человек идет в свой телефон, в свои отношения, с другими людьми, в свою переписку, вместо того, чтобы говорить, ну, вот я пример вам привез, например, сказать, дорогой, я тебе, как женщина, больше неинтересна, или у нас как будто бы уходит теплый контакт, теплый разговор. Я об этом переживаю. То есть, сказать с добротой, с какой-то, с желанием построить мост, открыть двери, постучаться в твои двери. Женщина ведет себя контролирующе, агрессивно, чем еще больше отталкивает. Почему? Потому что он должен вести себя, раз он мой партнер, там муж, бойфренд, он должен вести так, как я себе представляю, что он должен вести. Таким образом, я лишаю другого человека права на естественность и спонтанность. если ни один из вас другого не контролирует, но люди сохраняют диалог, только в этом случае они могут оставаться вместе. Если у вас нету права, если в отношениях быть друг без друга, гулять друг без друга, куда-то уехать друг без друга, вы очень скоро наскучиваете друг другу. Но вы ему наскучиваете, а если, ну как бы, потому что у вас тревожный тип привязанности, вы хотите, чтобы он все свое содержание делил только с вами. Вот. А это означает право собственности. Понимаете, ему соскучиться некогда. и если даже он с кем-то поговорит, возвращаться не хочется, потому что, потому что вы будете доставать из него всю информацию, всю секреты, все секретики, чтобы свою тревожность удовлетворить, что он там ни с кем не занимается сексом, ни в кого не влюбился. Вы будете все про него разведывать, лезть туда, цеплять, разворачивать, уточнять, искать полунамеки, лезть в телефон. И из этого хочется сбежать. Любой нормальный мужчина, когда женщина лезет в его личную жизнь, телефон, узнает от третьих лиц информацию, с кем он сидел там, да как он сидел, а сколько они говорили, а они в общем зале говорили, или куда-то уединились. Любой мужчина нормальный уходит из этого. Потому что в этом нет контакта. В этом есть материнский контроль или надзор. Как вот, ну, ну, как вот, какой-то полицейский надзор, слежка. Поэтому, если я не готов, не готова, полюбив человека, сразу же отпустить его, значит, ничего хорошего в моих отношениях не сложится. Я сам своим контролем вытолкну человека из взаимодействия. Любовь и свобода не противоречат друг другу, если это нормальная любовь. Почему мужчины боятся заключать отношения, все эти брачные контракты, регистрации? Потому что это означает несвобода. Женщина призывает государству свидетелей на случай, чтобы, если чего-то там такое произойдет, чтобы она как бы каким-то образом через государство, через юристов контролировала ситуацию, а значит она в своей любви не уверена, значит ей нужны права собственности. А право собственности на себя не один нормальный мужчина, если он не сосик и не маленький сыночек, если он не склонный к созависимости, не отдаст. Поэтому полюбив человека, сразу отпускаем его. Чем больше мы будем лезть в душу и доставать информацию, уточнение, почему ты, а почему ты не то, почему ты не это, тем в большей степени мужчина будет уходить внутрь себя или к другим людям психологически, оставаясь рядом. если у вас в отношениях, это я говорю вам и другим людям, нет хотя бы одного дня друг без друга, где каждый из вас идет по своим увлечениям, по своим занятиям, один день неделю, друг без друг, то вы не успеваете друг другом соскучиться, вы друг у друга в печенках сидите. нет его жизни. Ну, понимаете, еще есть такая штука, вот, ну, ну, если я чего-то, ну, условно говоря, от тебя очень хочу, любви, внимания, разговоров, я прям очень хочу, то очень сложно это дать спонтанно. когда человек от меня очень хочет, ты мне так нравишься, я тебя так люблю, мне так с тобой хорошо, у меня, ну, как бы, времени и промежутка времени нет хотя бы хоть как-то подвинуться, если все, ну, все, все пространство ожидания заполняет ожидание другого человека. Так вот, я говорю вам со всей ответственностью, вы от него больше ничего не получите, потому что вы слишком сильно хотели, вы слишком сильно хотели, вы слишком сильно доставали, вас включился, ну, как сказать, программа обладания, ни один уважающий себя мужчина не согласится быть собственностью женщины, отношения полноценные, здоровые, возможно, только между свободными людьми. Понимаете, я же вообще детали не знаю, если бы вы были в камере вместе, вот, ну, в разговоре, я бы хотя бы увидел что-то, ну, я не знаю, но, понимаете, если вы будете что-то озвучивать такое, то что именно вы озвучите? Вы скажете, что я поняла что-то, ну, смотрите, если вы ребенка перекормите кашей, а потом скажете, ой, извини, я тебя перекормила, вот, у тебя пучит живот от этой каши, тебе уже вообще слово каша противно, ну, как бы, ребенок не захочет каши, и все, даже если вы извинитесь, вы уже перекормили его собой, своим ожиданием, и своей, вот этой, вот какой-то просящей болью, и желанием утешения в этой боли, желанием, ну, как бы, понимаете, когда женщина постоянно унижается, она не удовлетворена, при этом она контролирует, мужскому уму очень трудно каждый день разгадывать эту загадку, то есть, понимаете, в отношениях естественной любви все просто, я с тобой, я люблю тебя, ты свободна, и я с тобой, я люблю тебя, ты свободен, когда вот эту, вот этот, если вы пойдете с этим психологическим багажом к нему говорить, что я поняла, вот, ему придется заниматься вами, разруливанием вас, пониманием вас, принятием вас, попытаться что-то объяснить, но на такой эмоционально чувственный, трагический болевой компот очень трудно найти противоядие, даже если мужчина любит, ему трудно найти на это противоядие, если женщина естественная, спокойная, легкая, занимается собой, не сфокусирована на нем, как только женщина вся сфокусирована на нем, мужчина теряет к ней уважение, любой, если я сфокусирован в себе, ты сфокусирована в себе, и мы выбрали друг друга, спокойно живем, если один из партнеров сфокусирован на другом, это воспринимается как очень тяжелое бремя, как очень тяжелый крест, который надо нести, но сколько с мужчинами я их консультирую и глубоко знаю, когда женщина сфокусирована вся на нем, хочется бежать, мужчины говорят, ну она липучка, она лезет в меня, она хочет меня достать, она хочет в меня проникнуть в самые уголки, я не хочу, я ухожу, ну, как бы в чем я не прав, я говорю, это же твоя жизнь, хочешь уходи, хочешь оставайся, но это невыносимо, когда кто-то лезет в душу, постоянно желая знать, контактировать со мной и не давая мне контактировать с другими людьми. Это тревожный тип привязанности, это созависимый тип привязанности, нормальный человек на это не соглашается, оставить человека в покое. Смотрите, что делать в таком случае? Мы снимаем, вы сейчас живете вместе или отдельно? Вместе. вы проживая вместе уходите в себя, формальные все обязанности делаете, но на контакт только реагируете, но не идете первое. Выключаете, то есть лечите мозг, сознание, сфокусированное на нем. Куда он там звонит, куда он пошел, выключаете полностью интерес. Если и занимаетесь своими делами, смотрите в интернете свои фильмы, переписываетесь с кем-то, куда-то ходите, то ли на прогулку, то ли на свидание, то ли кофе побить с мужчинами, с женщинами, с подругами, с немцами, с англичанами, с французом, с кем угодно, то есть вы живете своей жизнью. Если в течение трех дней он не заметит, что что-то изменилось, у вас отношения мертвые. Если он заметит, что вы внутренне не с ним и начнет разговор, возможно, этот разговор будет какой-то новой главой в ваших отношениях. Смотрите, смотрите, если вы уже давно не обмениваетесь душевным вот этим материалом, если вы уже давно не живете душевно вместе, хороший повод, красиво, интеллигентно сказать, слушай, может, я пойду уже, мне кажется, у нас уже все прошло, тебе не интересно со мной, мне уже не интересно с тобой. Если вы мстите ему за его равнодушие, значит, вам интересно мстить ему, а не интересно с ним. Вам интересно добывать негативные эмоции от него через месть, тем самым повышая свою значимость. так поступают перверзные нарциссы. Я нарцисска. Нет, так поступают, это просто стиль поведения, вы не нарцисска, не берите на себя много, вы не тянете на нарцисску, нет, не дотягивайте явно. Но нарциссический способ поведения это вытягивать из партнера негативные эмоции через месть, интригу, контроль заставлять его злиться для того, чтобы пожирать его внимание. Чтобы хоть как-то оставаться в контакте. Но это деструктивно для вас обоих. Но для него точно. Поэтому ну таки оставьте человека в покое. Проявите милосердие к некогда любимому человеку. Ну смотрите, он говорит, что не может так. Он не хочет вас больше. А вы говорите не хочу. Были, да сплыли. Слышали такое выражение? Были, да сплыли. Чувства любви это хрупкие такие цветочки, как фиалки, подснежники, незабудки. Контроль это сапог, которым эти и вот агрессия, контроль, месть. это сапоги, которым эти цветочки вытаптываются. Хорошо, значит, он завтра приедет, я его поблагодарю за все хорошее, что было, и скажу, что я тебя отпускаю. Так? Не то, что вы, вы понимаете, как это я тебя отпускай, я ухожу. После я отпускаю и отпускаю эти отношения. Нет, ну так это не, ну просто скажите, я ухожу, мне больше не интересно. И без слез, без драмы. Проплакать до, проплакать после. А так сказать, что-то мне надоело, я пошла. Можно даже вот просто, я задолбалась. я устала уже. я поехала, мне с тобой не интересно. И вышли аккуратненько, красиво, солидно. Вот, на высоком каблучке и вышли оттуда. Я чувствовал вины, что я все разрушила. Вы поймите, послушайте, такая штука, как любовь, и такая штука, как наши вот эти программы, как тип зависимости, психические какие-то устроения, это же не наша вина. Но мы в это программное обеспечение почти не имеем доступа. Поэтому изменять тип привязанности, изменять характер, лечить нарциссизм или пограничное расстроение, это почти невозможная вещь. Но вот если усилием воли поменять цвет глаз, понимаете, вот точно так и с характером, с темпераментом, все эти тренинги личностного роста, люди меняют и меняют, ходят на психотерапию годами, но это все равно, что, ну как сказать, все равно, что грудь себе увеличить усилием воли для женщин, но это невозможно. Какая вина? Люди сошлись, люди насладились друг другом, люди расстались. Потому что, как бы, смотрите, отношения это сочетание двух ингредиентов моей души и твоей души. И некоторые цвета в сочетании, например, желтый и голубой дают зеленый. А если возьмем синий и красный, то это будет какой-то бурый цвет, некрасивый, понимаете? Поэтому точно такие люди по отдельности каждый хороший, а в сочетании сразу или со временем фигня какая-то выходит. Поэтому здесь нет никакой вины в том, что есть цвета, которые сочетаются, есть не сочетаются. Есть блюда, например, или ингредиенты салата, некоторые сочетаются, а некоторые не сочетаются. Есть ароматы, некоторые сочетаются, а некоторые не сочетаются. Представляете, если бы какие-нибудь масло розмарина и масло апельсина, ну, их попробовали посочетать, и получается какой-то непонятный запах, и кто-нибудь из них чувствовал бы чувство вины. Или селедка, которую добавили в оливье, и испортилась бы оливье, и селедка не чувствуется, и такая селедка виноватая. Что-то мне здесь не очень вкусно получаюся. Нет никакой вины вообще, забудьте. Просто иногда люди сочетаются, иногда не сочетаются, иногда сочетаются на короткое время. Вот и все. Вот это я все разрушила, и вот эти все вещи, вот эту русскую нирвану выкиньте из головы. Нет никакой вины в том, что люди в какой-то момент надоедают, друг вина есть в том случае, если они сохраняют мертвые отношения любой ценой. Если вы не верите, что мертвые, проверьте. Соберите вещи, чемоданчик, вещи, вызовите такси, например, через час, и сообщите, что вы уезжаете. так вот возьмите и проэкспериментируйте. Опять я уйду, с какими деньгами это связано. Подождите, подождите, сейчас мы вопрос финансов решаем, или вопрос ваших отношений. Если вы как человек, как женщина, любима, дорого, и как бы он не тяготится, он и любит, он скажет, Боже, ты куда, ты чего придумала, схватит, обнимет. Не скажет. Не скажет. Так зачем тогда вы галлюцинируете, что там что-то еще есть, какие-то чувства? У нас уже один раз уезжала, не сказал, помог вещи погрузить. Правильно, так он помог вещи погрузить, он не сказал, один раз уходили, потом вернулись. Так, так чего же вы еще, чем вы наделяете эти отношения? Что там в них есть такое, если он в прошлый раз уже помог вам вещи? Все закончилось в прошлый раз, когда вы уезжали. Понимаете, вы достраиваете эти отношения первым опытом, когда вам было хорошо там и приятно и нежно, как будто оно так и есть. но это галлюцинация. Он же забрал меня тогда обратно. Забрал обратно. И вы заметили, что послушайте, вы попросились, он не был инициатором. Может, он тоже из гребаного чувства вины это делал. Поэтому убираем контроль, убираем чувство вины, подписываем договор за час или за полтора до того, как выехать из дому, сообщаем уже с собранными вещами. и вы увидите истинное отношение к вам. Если мужчина любит, он не отпустит. Если женщина любит, он не отпустит. Не так, что физически не отпустит, но он найдет такие слова и самое интересное, он не один раз найдет такие слова, а он возьмет высоту отношений, которые будет поддерживать. Настоящая любовь только взаимна. Все остальное созависимость. Ну, вот он говорит, ищи квартиру, пожалуйста, съезжай, будем встречаться на выходных, если ты хочешь, если не хочешь, останемся друзьями, но так жить вместе невозможно. Он вам уже это сказал. Оказывается, так вы же получается сами чего-то не услышали, не поняли, или вы просто ему не верите, а значит совершенно... Что он не хочет с вами, бери, уезжай, вот ты мне достала. Я не хочу с тобой, уезжай, я ж тебя не буду, мы цивилизованные люди, не буду тебя выкидывать как кошку, которая надоела на улицу. уезжай, мне нехорошо с тобой. Чем вы наделяете эти отношения, если человек вам явно говорит, уезжай, мне с тобой не хочется. Вы сидите и до вас как будто не доходит, что с вами больше не хотят. Все. не доходит, потому что я не хочу в это верить, потому что я думаю, что если я буду по-другому с ним себя вести, то ему будет опять хорошо. Вы не можете не быть собой. Вы же не превратитесь в Анжелину Джоли, потому что вы это решили. И вы не станете матерью Терезой, потому что характер это базовая структура. где-то лет до 14 можно как-то влиять на его формирование и воспитание. Но вам уже менять характер, менять отношения не то, что поздно, это невозможно. Можно какие-то детальки, реплики отслеживать, чтобы не говорить лишнего, не говорить пассивно агрессивные вещи. Я начну вы не можете быть не собой. И вы не можете быть кем-то другим по отношению к нему. Понимаете, не только вы сложный человек, не только он сложный человек, но и характер ваших отношений это вот то, что есть. Это только такая структура. Представляете, ну, вот он приходит как-нибудь вечерком, а вы такая, знаете, юная, в костюме горничной, без а под костюмом ничего нету, и такая, дорогой, там, с каким-нибудь фалоимитатором так на пальцы ходите, я типа другая. Кофе хочешь? Нет! даже если вам прописать этот сценарий, отрепетировать с хорошим режиссером, вы не сможете этим жить. Жить можно только собой, своей жизнью, своим характером, своим стилем. Становиться другой, становиться не собой, играть кого-то другого. Получается, что и любить он будет кого-то другого, но не вас, если это будете не вы. Любить можно только реального человека. Если я не играю, но такой, какой я есть, и моя женщина или мой мужчина меня любит мною, это мой человек, а если мною меня не любят, зачем выеживаться, зачем изображать не себя, вот это непонятно. это можно оправдать тогда любое в принципе недостойное поведение этим, я такой, нет, надо над собой работать. Кому надо? Всем надо. Всем надо. Значит берем, идем на трибуну ООН и делаем доклад. Всем надо меняться. Все поменялись и все еще больше несчастны. фишка любви в том и состоит, что меня, как я есть, принимают таким, какой я есть. Мне не надо меняться, работать над собой, меня уже любят. И в силу этого я изменяюсь, я процветаю. Мне не надо себя с любимым человеком зажимать или делать не собой, или производить впечатление, или подстраиваться, или стараться. И в силу безусловного принятия меня таким, какой я есть, я сказочно процветаю. Я трансформируюсь, я изменяюсь, я сияю, я благоухаю, потому что меня любят таким, какой я есть. А если все будут стараться быть для другого, не собой, это современная такая семья, это будет лицемерие, каждый старается быть не собой, лишь бы сохранить семью, или лишь бы сохранить отношения. И что это за отношения? Это сплошное подыгрывание, и от этого никто не счастлив. Работать над собой, над своим характером, нет, эта штука так не работает. Если я безусловно любим таким, какой я есть, это меня преображает до великого, прекрасного, замечательного меня. Безусловное принятие любови. Моё мнение, вы же сами сказали, что это ненормально, вот этот контроль материнский и так далее. Значит, если у меня будут еще в жизни какие-то отношения, будет то же самое, понимаете, если я не буду меняться, если я над этим не буду работать, я опять в то же самое ситуацию попаду. Вы сами сказали, ни один мужчина нормальный этого не потерпит. Так дело в том, что есть мужчины, которые маменькины сыночки, которым нравится, когда мама контролирует, шапку одень, ты кашляешь, ложись спать, ты выпил таблетки, это есть картошку фри есть вредно. Это я никогда не делала. Этого я никогда не делала. Ну вот, поэтому когда человек свободный может рядом, слушайте, у вас очень изменилось сейчас лицо, какое-то оно было страдальческое, а сейчас красивое, вы просияли что-то в процессе нашего разговора, что случилось, не могу понять, вы влюбили что ли, может в меня. это другое лицо, чем в начале было. Что произошло сейчас за время нашего разговора, ну-ка скажите. Вот, вы так эротично сейчас вдохнули, Боже мой, я почувствовал, что сейчас я удовлетворил женщину. Давайте, что произошло? Вот, вот это, да? чувство вины снялось как-то. Так? Чувство вины снялось. Да. Не знаю, надолго ли оно снялось, но снялось. Наверное, не было, может быть, любовью с нашей стороны, а знаете, как просто встретились одиночеством. Ну да, заткнули дыры друг друга на время, а любовь это же про другое. А вот это чувство вины, которое снялось, так возьмите большой целлофановый пакет, упакуйте туда и отнесите на мусорник, но только подальше. Поняли? чувство вины вообще нам не нужно. Я не должен чувствовать себя виноватым за то, что я это я. И другого не обвиняем за то, что он это он или она это она. Если смогли быть вместе такими, как мы есть, класс. А если как бы прожгли, первые дыры закрылись, ну спасибо, что закрыл мою дыру. Дальше трудно, да, все, спасибо, пока расходимся. Человек, ведь, человек-то он благородный достался, говорит, ну, хочешь, будем встречаться по воскресеньям, хочешь, просто останемся с друзьями. Человек благородный, но любовь, ее как бы не простимулируешь, не запустишь. Можно эрекцию простимулировать, выпить таблеточку и будет стоять всю ночь мужчина. но любовь невозможно выпить таблетку, или что-то такое сделать, чтобы ее запустить. Она или есть, или нет. Ну, Бог с ней с любовью, ну, вот вы сами говорите, хороший человек, благородный человек, я за ним как за камней стеной, ну, как я могу это упустить, ну, можно же жить, ну, уважить такая, как он себе желает, какая я, может быть, была в начале, послушайте, вы говорите, он не хочет со мной такая, какая я есть. Вы контролирующаяся, с подозрительной, с меняющимися настроениями, с не всегда приятной, улыбающейся, с такой, которая говорит со своей семьей по-русски, вместо того, чтобы говорить по-немецки, с такой, которая, у которой другие геополитические взгляды, с такой, который его интересы не всегда разделяет, вот с такой, да, вот с такой, но, ну, ну. Так вы готовы отречься от себя, лишь бы быть с ним? Нет, нет, я готова отречься от контроля, от контроля, от дискуссий, оставить его в покое. Ну, давайте. Вы знаете, если бы я узнала, что у него кто-то есть, я бы ушла не раздумывая, вот честно. Если бы он влюбился, ну, не знаю, что он. Он говорит, я хочу покоя, спокойной жизни, я хочу. Так. Я его доставала. Так. Это в вашей природе его доставать. Понимаете? Нельзя его ломать свою природу. Вы достаете и достаете, достаете и достаете, вам важен этот контакт. А ему хочется покоя. Если любите, поступите так, как желает этого любимый. Если любимый человек скажет, не лезь больше в мою жизнь. Долг любящего уважить эту просьбу. готовы готовы ли вы быть любящей, измениться из контролирующей в любящей. Если готовы, спросите, как ты хочешь, чтобы я ушла из твоей жизни, чтобы я уехала из квартиры, чтобы мы остались вместе, чтобы мы куда-то поехали. Этот вариант не подходит, я не смогу с ним встречаться. Если вы... Да, поэтому спросите, как ему хотелось бы. Если он говорит, давай разъезжаться, долг любящего, поступить и выполнить волю любимого. все. И любовь именно в этом, а не в том, чтобы меняться. Ну все, завершаем. Пока. Хорошего вам дня. Обнимаю. Спасибо вам. До свидания. Пожалуйста. Пожалуйста.